Здравствуйте, Владимир Сославович. Добрый день. В 2011 году на народный бюджет потратили 17 миллионов рублей, в этом году уже заложили 375. Вообще понимание, есть ли лимит у этой программы? Ну, вы знаете, исходя из пожеланий людей, которые живут в нашей области, желательно бы лимиты не иметь, потому что проект очень востребованный, и действительно заявок в этом году поступило порядка на миллиард рублей на работы разного типа. То есть большую часть заявок, получается, все равно пришлось отсечь, если заявок на миллиард, а заложили 375 миллионов? Нет, вы знаете, немножко не так, потому что как получается, у нас же 375 миллионов рублей – это областное софинансирование, есть еще софинансирование со стороны муниципальных образований, минимум 10%, есть софинансирование со стороны жителей. В разных случаях оно может составлять 5% минимум, это для сельской местности обычный проект, либо 8% для городов, и минимум 15%, это если речь идет о ремонте на квартирных жилых домов. То есть, соответственно, у нас получилось сейчас порядка проектов миллионов на 600. Вот изменили принцип софинансирования с 2014 года, да? Да, с 2014 года совершенно новый принцип. Теперь должны платить, в том числе и люди. А люди готовы платить? Сейчас уже видим, что готовы в большинстве случаев. То есть мы исходили из опыта других регионов, то, что процентов 8-10 где-то жителей, которые изначально заявились на такой конкурс проектов и говорят о том, что готовы софинансировать, потом будут говорить, что мы не смогли собрать средства. Такое тоже может происходить сейчас у нас пока на данный момент. Честно, открыто заявили о том, что не успеют собрать или не смогут собрать средства 6 проектов, но из 580 проектов это нормальная цифра на данный момент. Но ведь там либо сами жители должны собраться, либо спонсоры. Вот какие спонсоры готовы вкладывать деньги? Ну, зачастую это могут быть управляющие компании. Если сельская местность, там это крупные сельхозпредприятия. То есть всегда, если есть желание, кого-то можно найти. Потому что небольшой проект, Воловский район, детские площадки, там спонсоры хотели поучаствовать и будут участвовать. Если говорить о Толе, то управляющая компания в некоторых случаях готова выступать спонсорами работы по многоквартирных жилых домах. Ну а насколько это справедливо? Ведь по сути народный бюджет оплачивает те работы, которые и так должны были делать там муниципальные власти, либо те же управляющие компании. А теперь область покрывает большую часть, плюс еще сами жители должны вложиться. Первое. Значит, есть действительно такие работы, которые, ну, в общем-то, наверное, должны делать изначально по определению, скажем, муниципальные органы власти. Это, например, касается дорог в сельской местности. Ну или уличное освещение, на которое идут средства народного бюджета. Это одна история. Другая история, это как раз многоквартирные жилые дома, где квартиры находятся в большинстве случаев уже в частной собственности. То есть в частной собственности, когда находится квартира, все-таки житель, он отвечает за себя, за свой дом. И сам нужно оплачивать ремонт, безусловно. По большому счету, да. Значит, но у нас какая основная установка? То, что денег на всех не хватает, денег не так там много у муниципальных образований. Поэтому в данном случае как раз механизм финансирования жителей, это некий, знаете, такой, ну, как бы лакурсная бумажка, какой проект интересен для жителей и жизненно важен, а какой все-таки можно сделать попозже. Вот больше спрос на какие работы сейчас. Ну, вот смотрите, это опять же разные категории. Ну, если мы сельские поселения возьмем... Первое, это, конечно, дороги. То есть это обсыпка дорог щемнем. Но ведь первоначально, наоборот, губернатор говорил то, что деньги народного бюджета на дороги тратить не надо, и так будут сделаны. Почему вдруг изменили и разрешили тратить деньги на дороги? Дело в том, что, ну, во-первых, есть такие, условно говоря, медвежие углы, да, куда программа региональная дойти все равно не может даже с точки зрения юридической. Потому что есть дороги, которые находятся в муниципальной собственности. И, соответственно, ждать жителям какого-то небольшого населенного пункта, где проживает человек 100, ну, может быть, там 150, а то и 50 человек, пока до них дает региональная программа, либо муниципальная, это очень долго. Там же есть разные показатели. Сколько людей получат пользу от проекта. Соответственно, когда это коттеджный поселок какой-нибудь небольшой, ну, это не такое большое количество людей. И балл за количество людей, которые получат пользу от такого проекта, он минимальный. Стоимость такого проекта будет высокая, потому что его нужно ввести, и несколько человек, которые там проживают, если поделить стоимость проекта на 20-30 человек, она будет тоже минимальная, соответственно, балл мы тоже будем ставить низкий. То есть критерий оценки – это польза? Значит, смотрите, социальная значимость проекта, это, как правило, касается скверов, это, как правило, касается парков, то есть то, что касается нас всех, мемориальных комплексов, домов культуры. Вот это дополнительная балла, которая в любом случае, проект, который представят жители по такой сфере, он будет преимущественно перед всеми любыми другими проектами без исключения. Какие еще критерии отсылки? Это раз. Второе, это, значит, важность проекта для жителей, то есть насколько он жизненно для них важен. Ну, условно говоря, если у вас в доме протекает крыша, и эта крыша протекающая дает вам протечку на электропроводку, это проект жизненно важен, потому что это не только угроза жизни, вернее, здоровья, но и жизни людей. Если проект просто важен, например, водопровод, это другой балл пониже там. Но если проект, в принципе, он хорош, но не имеет такого большого значения, я имею в виду для именно жизненных интересных сил, например, детская площадка, там, по этому направлению, ну, будет только один балл, например, вместо пяти, что для крыши. Вот я говорю как пример. Какие еще критерии оценки? Значит, процент поддержки жителями этого проекта, то есть о чем мы говорим. А это вы будете оценивать, поддерживать, нет? Или вам предоставляют уже данные? Нам дают данные с подписями, причем мы эти подписи все проверяли в этот раз, когда проводили конкурс, чтобы это не было, знаете, как одной рукой, или правой или левой, в том числе правой или левой ногой, да? То есть там все проверяется с адресами, то есть у нас есть служители. Мы считаем процент поддержавших по числу подпись, которые реальны. А если не все поддерживают, но однако этот дом попал в программу «Народный бюджет», получается, кто будет платить? Те, кто только поддержал, а пользоваться благом будут все? Смотрите, этот проект направлен именно на то, чтобы жители добровольно самоорганизовывались и договаривались между собой в том числе. Для нас важно, чтобы была сумма, которая... То есть, да, будут платить те, кто подписались? Нет, почему же? Может быть, даже те, кто подписался, не заплатят, тут уже как-то пойдет, понимаете? А могут заплатить как раз те, кто и не подписывался. И такие варианты возможны. Но тут здесь основная какая история? То, что юридически, это правда, никто не может заставить жителя, потому что проект добровольный, внести деньги на его реализацию. Вот как раз тут тоже происходит, скажем так, формирование коллектива жильцов дома, если это именно касается жилого дома, либо населенного пункта, либо улицы, когда они между собой сами договаривались, что да, нам это нужно. А почему вы решили изменить в 2014 году принцип финансирования, чтобы люди теперь тоже вкладывали? Почему? Вы знаете, как вот опыт первых двух проектов, вернее даже, ну как получается, уже трех проектов, то есть, начиная с 2011 года, он показал следующее. Когда деньги даются, ну, скажем так, прямо точно, это, конечно, хорошо. То есть, у каждого сельского поселения есть некий бюджет, который они понимают и видят. Пока что есть план, чтобы этот проект оставался долгосрочно, долгоиграющий, потому что мы увидели, что он очень востребованный. То есть, если будет позволять бюджетные возможности, естественно, он будет продолжен и дальше. Но вот пока предпосылки для того, чтобы он продолжен, есть все. Но вот насколько сможем наращивать этот проект, это, опять же, зависит от доходов нашего бюджета в основном времени на следующий год и на следующие годы. Но, конечно, есть огромное желание жителей, да и с нашей стороны есть понимание, что его нужно и дальше увеличить. Потому что он реально позволяет решить проблемы, которые для людей первоочередные и которые не решишь, ну, скажем, в плановом порядке так быстро, как бы хотелось бы. А муниципалитеты готовы вкладывать деньги? Потому что инициатива в первую очередь нужна от жителей. Готовы, готовы. Точно? Потому что раньше же это они и должны были делать, не делают, а тут вдруг обязали. Хочешь, не хочешь, а надо вложиться. Ну, смотрите, как получается. Вот если вернемся к теме, как раз почему верить софинансирование, могу сказать, то, что, значит, как раз стало видно, где как работают главы сельских поселений. То есть там, где сельские поселения имеют сильного руководителя, энергичного, активного, там народный бюджет шел хорошо и, в принципе, у жителей не было сомнений в том, что деньги тратятся на нужные проекты. То есть, как получилось, мы давали деньги, эти деньги, конечно, должны были оговариваться и озвучиваться на сходах жителей, и сходы жителей по предложениям либо администрации, либо своим собственным принимали уже решение, куда их направлять. Там, где реально сильные, хорошие главы, там все это проходило и проходит нормально, то есть процесс более-менее, так сказать, понятен для всех, и для жителей, и для нас, и для самих администраций. Там же, где глава пытается что-то сделать в своих интересах, есть пространство для маневров, к сожалению, когда нет такого показателя, как софинансирование. Если ты должен решить проблему, ты делаешь выбор. Либо тебе дать 10%, либо ты должен искать все 100%. Проблема-то не уйдет. Но раньше не искали ничего и ничего не делали, и жили. Ну, понимаете, как правило, эта игра-то меняется. И какие сейчас правила игры? Более активный возьмет больше и быстрее решит проблемы своих жителей. Какие районы больше всего получили деньги по программе народный бюджет? Ну, смотрите, можно сказать, что если брать города, то это, конечно, Тула. То есть, Тула получила большое количество проектов, ну, потому что действительно есть много квартирных жителей. Самый большой кусок народного бюджета себе забрала. А вы знаете, мы все-таки сделали некое разграничение. То есть, мы сделали градацию. Есть городские поселения и сельские поселения. Для того, чтобы не было такого, чтобы усиленные отъели всего маленьких. То есть, в любом случае, село получило 150 миллионов софинансирования. Ну, это на начальном этапе. Потом эта сумма еще выросла, когда добавились дополнительные деньги из бюджета, из областного. А то в процентном соотношении сколько забрало из народного бюджета? Ну, вы знаете как, из народного бюджета, если брать совокупно, ну, я думаю, процентов, может быть, 300 миллионов. Ну, где-то, наверное, процентов 30 не меньше взяли, а то и больше. И на что тулики хотят тратить деньги народного бюджета? А вот вы знаете, как раз на ремонт квартирных жилых домов. Это основное. То есть, это, в первую очередь, кровли. Дальше идут и фасады, и отмостка, и внутренние коммуникации. Но, получается, вдруг стали активны те, кто не отказался участвовать в программе капитального ремонта или нет? Нет, нет. Вы понимаете, в чем все дело? Все-таки программа капитального ремонта, она объемная, она большая. Но средств, которые выделялись из федерального бюджета, из областного, по большому счету, так, чтобы сразу все проблемы закрыть, не хватает. Значит, соответственно, это была дополнительная возможность на тех же условиях, что и программа капитального ремонта по 185 федеральному закону, решить те же самые проблемы. То есть, дополнительная возможность. И как раз вот жители, я скажу честно, они очень бдительно подходили к итогам конкурса, проверяли постоянно, почему, скажем, у них за это такой-то балл получился, почему не такой-то балл получился. То есть, не то, что люди там вот отдали заявку, про нее забыли, проиграли и все, как бы забыли. Ну, не получилось, не смогла я. Если вернемся к 2013 году, по итогам все-таки, то есть ли муниципальные образования или районы, которые провалили реализацию программы «Народный бюджет» и вообще, есть ли там какие-то штрафные санкции, наказание какое-то, получили ли люди деньги из области, а сами не смогли освоить, либо не уложили? Ну, вы знаете, как вот, я честно скажу, наказания, к сожалению, они, если бездействие, если что-то не дорабатывают, наказывали именно жителей. То есть, ну, что у нас получается? Просто не делали, получается. Да, да, да. То есть, у нас что получается? У нас есть районы, как таковых, которые вот не доработали провально, а таких вообще нет. При этом, да, там были случаи, когда, скажем, то же самое муниципальное образование Страховское, оно не полностью отработало. То есть, они… Это за Огского района, да? За Огского района. У них там получилось так, что они порядка половины, ну, можете, побольше суммы смогли вовремя с толком, если нужно потратить. А дальше из-за того, что они затянулись с какими-то конкурсными процедурами… Но эти деньги у них остались или как с федеральной программой надо вернуть назад? У нас есть такой же жесткий подход, как и федеральный. То есть, в принципе, ничего в этом нового нет такого. То есть, если вы эти деньги не смогли освоить, не поторопились, ну, извините, пожалуйста, эти деньги мы вам уже не даем. Но штрафов никаких нет, и это же муниципальное образование может участвовать в заявках в международном бюджете следующего года? Пожалуйста. Более того, мы исходим, что, ну, да, не смогла администрация, скажем, эффективно сработать в этом году. Ничего страшного, если вы не заявляетесь на следующий год. То есть, вы заявляйтесь, пожалуйста, у вас уже совершенно другие условия, у вас есть софинансирование. Вы более активно будете теребить администрацию, в том числе, чтобы она вовремя проводила конкурсные процедуры. Об объединении муниципальных образований. В самом начале, когда был запущен процесс, очень многие были недовольны. Сейчас вот эти протестные настроения ушли или остались? Ну, смотрите как. Всегда будет какой-то процент людей, которые недовольны всем. Это у нас в любом случае имеет место быть. По большому счету, сейчас процесс прошел достаточно спокойно. То есть, там, где уж категорически совсем жители бы не согласны, мы действительно не шли на какой-то такой... Ну, например, это какие хотя бы районы? Ну, смотрите, есть Приупская. Там собрание депутатов, основываясь на том, что жители были против, они сказали, знаете, мы не хотим объединяться. Мы сказали, ну что же, не хотите, не хотите. Но главная причина отказа, то, что присоединяется менее, более слабое муниципальное образование или почему? Ну, вообще-то, кто-то говорит о том, что нарушается принцип местного самоправления, что нас берут, объединяют, окрупляются, соответственно, пропадает собрань депутатов. Кто-то говорит о том, что это нерационально, у нас есть собственные доходы приличные, которые позволяют жить. По большому счету, пока ни у кого нет собственных доходов, которые самостоятельно позволяют жить. Ну, это как бы ремарка такая. Но в любом случае, если есть мнение людей, хотя бы части людей, и если депутаты сельского поселения, которых избрали жителей, они против, соответственно, у нас были разговорные процессы, мы объясняли, что давайте объединяться, и давали нашу аргументацию. Если люди говорили о том, что мы, как собрание депутатов, представляющих жителей, против, соответственно, никакого недопонимания с нашей стороны не было. А если вот прям по пунктам, что выигрывает муниципальное образование от объединения, кроме того, что сокращается административный штат, то есть зарплаты, вот эта статья расходов из бюджета уходит, что еще выигрывает? Ну, смотрите, ну, во многом еще, на самом деле, это проблема повышения управляемости территории. И еще один важный момент, это то, что есть возможность сконцентрировать ресурсы финансовые, опять же, на решение проблем более-менее крупных. То есть, что получается, когда у нас есть несколько мелких сельских поселений, каждый из них, оно все равно не сможет сконцентрировать ресурсы для решения этой проблемы, даже если оно будет пытаться в течение нескольких лет это делать. Если у нас есть одно сельское поселение, при грамотном подходе, за один год можно все ресурсы бросить на решение проблемы в одной части сельского поселения, что раньше было, отдельно сельское поселение. И для этого войти, условно, в региональную программу 50 на 50, да? Или региональные программы разные, либо же просто взять и сконцентрировать ресурсы, которые шли на коммуналку по всем этим сельским поселениям, на одном, сегодня, в этом году. В следующем году взять и такие же деньги бросить, или больше, или меньше, на другое сельское поселение решить там сходную проблему. Плюсы увидели. Тогда почему люди отказываются? Мы специально эту тему изучали. У нас же шли процессы объединения сельских поселений уже не с 2013 года. Все это делалось начиная с 2008 года. И в 2010 году тоже были крупные объединения. Мы посмотрели внимательно, как функционировали администрации до объединения, и что получилось после. И мы, в общем-то, взяли там самое лучшее и сделали следующее. Во-первых, там, где была администрация, все равно остается человек, ну, скажем, территориальный орган, который в таком же режиме принимает те же самые документы для того, чтобы жители не бегали далеко. Процесс объединения муниципальных образований будет продолжен, или все завершено? Да, да, почему же нет. К какому количеству должно прийти? По идее, мы практически по концу этого года выйдем на сумму чуть больше 100 муниципальных образований по всей области, при том, что мы начинали с 165 в прошлом году. Жители не должны страдать от того, что, скажем, есть какая-то кажущаяся, ну, скажем, несогласованность или несогласие с нашей позицией, когда мы предлагаем веняться. То есть нет такого, что, ага, условно говоря, ты не хочешь там, не будь тебе, Петька, ни шашки, ни еще кого-то, такого нет. То есть деньги по всем программам выделяются полным объемом. Как о них расходы, это же другой вопрос. Спасибо вам за интервью. Спасибо.